В российской колонии сегодня скончался, буквально несколько часов назад, российский оппозиционер, главный противник Путина Алексей Навальный. Смерть политика подтвердила управление ВСИН, Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу. На сайте ведомства сообщается, что цитата в исправительной колонии осужденный Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Пишут также, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. В свою очередь издание «Медуза» пишет, что по словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, 14 февраля Навального в 27-й раз за все время заключения отправили в штрафной изолятор. Адвокат Алексея Навального Леонид Соловьев сообщил «Новой газете», что был у него в среду, с подзащитным все было тогда нормально и на здоровье он не жаловался. Случившееся прокомментировал уже и пресс-секретарь Путина Песков. Вот что он сказал журналистам. Давайте послушаем. В общем, пока в Кремле выясняют причины произошедшего, российский журналист Леонид Парфенов, да и другие эксперты и соратники Навального уже назвали смерть оппозиционера политическим убийством. Напомню, Алексея Навального приговорили к 19 годам тюрьмы по экстремистским статьям. В заключении он находился с 2022 года. Это, конечно, новость, которая потрясла сегодня многих. И об этом мы сейчас хотим поговорить в прямом эфире с политологом Уразгали Сельтеевым. Добрый вечер, Уразгали. Добрый вечер, Уразгали. Добрый вечер. Начнем сразу с вопроса, что значит эта смерть для российской оппозиции и для России вообще? Ну, прежде всего, то, что это, скажем так, умер последний лидер реальной оппозиции в России. Но если говорить для российской оппозиции, то, в принципе, ничего, потому что, находясь уже непосредственно в колонии, Навальный никакого влияния на внутриполитическую ситуацию в России не оказывал. И надо понимать, что после 24 февраля 2022 года, после военного вторжения России в Украину, сейчас в самой внутри России все внутриполитическое поле абсолютно зачищенное и, ну, скажем так, реальной оппозиции там нет вообще. И мобилизовать ее в отсутствие Навального никто другой не сможет. То есть сторонников, скажем так, реально протестные силы никто мобилизовать не сможет. Уразгали, вот уже прозвучали версии, что это, возможно, убийство, заказное убийство со стороны властей. Вы как считаете, лично Путину была выгодна его смерть вот сейчас, накануне выборов президентских? Он же и так его уже надолго упек в тюрьму или даже оттуда Навальный представлял угрозу вот в этой ситуации? Да, вы правы. Но у нас, видите, слишком поверхностные суждения сразу в отношении российской власти, Путина и так далее. Но это абсолютно нелогично. То есть я считаю, что, я, наверное, выскажу, скажем так, непопулярное мнение, но я в этой позиции абсолютно уверен, что Путину сейчас, если гипотетически предположить, что это было бы политическим убийством, было бы невыгодно. Во-первых, потому что это расчеловечило бы дополнительно его образ перед президентскими выборами, перед своим же электоратом, перед пропутинским, скажем так, электоратом. Во-вторых, несмотря на то, что Кремлю сейчас абсолютно плевать на международное реноме и всё такое, но всё равно давление мировых СМИ, оно бы так или иначе просачивалось и оказывало бы влияние на информационный фонд внутри России. То есть здесь абсолютно это не, скажем так, неподходящее мнение о том, что оно было бы выгодно ему, и если было бы сделано это убийство, то по заказу, скажем так, Кремля. Потом здесь сейчас я уже вижу, что формируется внутри России такой нарратив, точнее даже дискурс о том, что если это убийство, то здесь это какие-то происки пятой колонны, которая кукловодит тот же Запад. Но на самом деле это тоже, и, скажем, в кавычках, внешним оппонентам России, Кремля, это было бы тоже невыгодно, поскольку просто существование Навального хотя бы даже в колонии, в тюрьме, это наличие некого такого всё равно хоть и в заточении, но лидера оппозиции, некого морального авторитета, который бы в связке с зарубежной российской оппозицией всё равно оказывал бы влияние на общественное мнение, на социальные настроения, политическое настроение внутри России. Вот это важно иметь в виду. И теперь вот моя версия, скажем, если гипотетически, опять же, мы предположим, но хотя мы не узнаем правду, что это было бы политическим убийством, то здесь заинтересантов больше как раз среди представителей самой российской политической элиты. Вот у нас, в том числе и в Казахстане, есть такие стереотипные представления о том, что российская политическая элита монолитна, то есть это единое целое. На самом деле нет. Там по тем тенденциями, трендам, которые я вижу, там уже давно идёт ожесточённая внутренняя борьба закулисная, которая пока в публичное поле особо не выливается, её не видно даже самим россиянам. Но тот же Пригожинский бунт в июне прошлого года как раз-таки показал вот эти трещины и вот это обострение. Я думаю, что если бы это было даже убийством, если гипотетически, подчёркиваю, предположить, что это политическое убийство, то здесь больше было бы заинтересованных именно со стороны одной из внутриэлитных групп внутри самой России. В начале карьеры Навального была версия, что он проект Кремля. Факт его смерти и большие сроки, которые ему до этого дали, говорят об обратном? Ну, однозначно нет. У нас появление любого оппозиционера на пространстве СНГ, в любой стране, в первую очередь, скажем так, приклеивает ярлык провластного политического деятеля. Ну, по результатам деятельности Навального мы видели, что это абсолютно реальный лидер, точнее, лидер реальной оппозиции, который, в общем-то, достаточно харизматичный. Он выстроил такую разветвлённую политическую сеть, можно сказать, создал крупную социальную базу по всей России, да, вот в рамках вот этого фонда по борьбе с коррупцией. Но после того, то есть после отравления его, да, после возвращения из Германии и особенно после вот февраля 2022 года вся вот эта политическая инфраструктура внутри России, она полностью, скажем так, развалена, истреблена. И вот эта социальная база, то есть вот те самые сторонники Навального, те самые протестные силы, они сейчас, скажем так, разобраны псевдо-оппозиционными политическими партиями, субъектами. Разгали, вот такой вопрос. Мы помним, как Навальный, когда ещё он не сидел в тюрьме, собирал на самом деле большие массы людей, митинги в Москве, но и в других регионах. Вот как вы думаете, вот эта смерть, трагическая смерть Навального, она может вызвать волнение, какие-то митинги по России? Тем более сейчас вот такое антивоенное вот это движение, мы видели всё, что связано с Надеждином, люди выстраивались в очередь, чтобы отдать подпись за него. Ну вот это в продолжении как раз то, что я сказал, что вся политическая инфраструктура и социальная база Навального развалена. Как раз-таки подтверждение того, или фактор того, что митинги сейчас массовые вообще невозможны, вот скажем так, по поводу смерти Навального. Вот если бы это произошло в августе 2020 года, да, по-моему, это август был, когда Навального отравили непосредственно, то если бы после этого отравления он умер, то тогда были бы достаточно серьёзные большие митинги, которые могли нести определённую даже, скажем, степень риска по внутриполитической дестабилизации вообще в России. А сейчас некому просто, нет ни лидеров, и плюс вот эта социальная база, сторонники, они все разбрелись. И ещё один самый важный фактор, который важно опять учитывать, это что сейчас внутри России вот именно произошло, ну такой тоталитарный характер вообще по зачистке внутриполитического поля произведён. Поэтому сейчас никто не рискнёт даже на какие-то радикальные, стихийные действия. Это вот опять связано как раз, ну вот именно с тем, что Россия находится в состоянии войны с Украиной. То есть можно сейчас сказать, что в принципе политическое поле зачищено, и эта смерть в любом случае косвенно даст сигнал о том, чтобы все остальные, ну грубо говоря, сидели тихо? Я думаю, не сама смерть. То есть уже установились вот такие тенденции, такие негласные внутренние правила, у людей есть уже выработался определённый страх вот в ходе вот этой самой зачистки. То есть она же не один день идёт, она вот продолжается уже два года, уже практически, да, уже два года, да. И, ну, то есть смерть, она никак не повлияет сейчас. То есть она не станет неким триггером для волнения. Вот я так понимаю, вы об этом спрашиваете, правильно? Да, да. Спасибо Уразголи за то, что вот вы выделили время, несмотря на вашу занятость. Мы знаем, что вы торопитесь, нам подсказывают. Спасибо большое. В эфире у нас был Уразголи Сельтеев, политолог, да, комментировал смерть, внезапную смерть Навального, Алексея Навального. Спасибо. Да, ну, ещё нашим зрителям, да, Алтаншаш, нужно ещё раз напомнить вот эту вот сенсационную новость последних часов. В России, в российской колонии, умер главный оппонент Путина, главный оппозиционер российский Алексей Навальный. Эту новость уже подтвердили и в ОФСИНИ, в Федеральной службе исполнения наказаний, и официальные власти подтвердили это. Но тут ещё нужно вспомнить, что Навальный, мало того, что такой системный и постоянный был противник Путина и критик Путина, он автор многих успешных медийных проектов, ютуб-каналов, это каналы, на которые он выкладывал разоблачительные такие репортажи по поводу дворцов Путина, по поводу его любовниц, женщин. Ну, в общем, критиковал Путина и нынешнюю российскую власть, не оглядываясь ни на что. Был отравлен, и тоже были данные, да, подтверждающие то, что в его отравлении были замешаны российские власти. Несмотря ни на что, после лечения в Германии Навальный вернулся, потому что считал, что он, как настоящий политик, должен жить в России. В итоге был приговорён к куче дел к 19 годам заключения. И вот сегодня, буквально 2-3 часа назад, пришла новость о том, что Навальный внезапно, скоропостижно умер в колонии. У нас в эфире сейчас казахстанский политолог Уразгалий Сельтеев сказал о том, что, по его мнению, эта смерть ни в коем случае не выгодна сейчас официальному Кремлю, потому что уже скоро в Кремле, вернее, в России будут выборы, да, президентские выборы, и наличие даже такого оппонента, который сидит в колонии, но в любом случае каким-то образом легитимизировало вроде эти выборы. Сейчас, естественно, уже звучат версии о том, что в смерти Навального виноват Кремль Путин. Если не прямо, то косвенно. Прозвучала информация о том, что вот буквально совсем недавно, да, Алексей Навальный опять сидел в штрафном изоляторе, и это 27-й раз за то время, что он сидит в колонии. Ну, безусловно, нахождение в колонии не прибавляло здоровья Навальному. И так или иначе, российские власти по некоторым заявлениям виноваты в смерти оппозиционного политика. Ну, и понятно, что все вот эти вот суды над Навальным и все вот эти процессы, они были, ну, во многом надуманы, да. Но тут еще что стоит отметить, заканчивая со смертью Навального, это то, что в любом случае это был политик, и не раз его критиковали, в том числе и наши казахстанские политологи и политики по поводу его позиции. Навальный участвовал в так называемых русских маршах в России, да, высказывал, ну, занимал такую достаточно, по некоторым данным, по мнению некоторых политиков и политологов, достаточно такую националистическую позицию, ну, его участие в русских маршах, это была такая неоднозначная история. Но, тем не менее, это был реальный оппонент Путину. Да, но все-таки Россия, это большая утрата, я считаю, для России, потому что Навальный был примером борьбы с коррупцией, авторитаризмом, ну, и в целом, меня лично восхищали его отношения в семье. Да, его отношения в семье. Юлия Навальная, его супруга, дети, да. Да, ну вот. В общем, наверное, это все будет темой обсуждения ближайшей Алтаншаш, даже не недели, а месяцы. Да, я думаю, к этой теме мы еще вернемся, а сейчас нам нужно идти дальше. Да, теперь к новостям казахстанским. В Тимиртау, в двухэтажном магазине, произошел мощный взрыв, есть пострадавшая и, к сожалению, одна погибшая. Специалисты назвали предварительную причину трагедии, спасатели, разбирая завалы, обнаружили автомобиль, который, по их предположениям, работал на газе. Возможно, произошла утечка, которая в итоге привела к взрыву. Давайте посмотрим вместе кадры с места. 15 февраля, по состоянию, на 17.00 часов, из-под завалов, изликли один автомобиль. Пострадавшая женщина рассказала, что зашла в магазин, чтобы купить зажигалку, и решила тут же ее проверить. И буквально через несколько секунд прогремел взрыв. Поэтому сейчас служба ЧС рассматривается версия взрыва газовоздушной смеси. Ведется расследование по статье «Нарушение правил пожарной безопасности», повлекшее по неосторожности смерть человека. Погибшая женщина – это продавщица разрушенного магазина. О поиске еще одного человека спасатели продолжают до сих пор. Кстати, мы сегодня весь день мониторили новостные ленты, но информации о том, что человека нашли, так и не увидели. Поиски продолжаются. Да, ну и еще новости. Опять новости о том, как воруют в нашей стране. Как обновляют объекты ЖКХ в Казахстане. Миллиард тенге пропал при модернизации на Экибастузской ГРЭС-2. А прокуратура Павлодарской области провела проверку и выявила растрату денег, выделенных на расширение и реконструкцию тепловой электростанции за счет установки третьего энергоблока. В общем, в итоге не подтвердились работы на сумму около одного миллиарда тенге. Куда делись деньги и кто был причастен к хищению, теперь будут выяснять там следователи, досудебное расследование начато по статье, как она звучит, хищение имущества в особо крупных размерах. Самое ужасное, что именно в Экибастузе в конце 2022 года произошла авария на городской ТЭЦ. Люди тогда в самый разгар морозов остались без тепла в домах. Казахстанцы из других городов даже объявляли сбор гуманитарной помощи. Отправляли замерзающим в Экибастузе обогреватели и теплую одежду. И правительство, кстати, обещало больше такого не допустить. Да, но этот отопительный сезон начался тоже не лучше. В первые месяцы зимы наша редакция только и делала, что рассказывала в наших новостных стримах о коммунальных проблемах в стране. Происходили аварии на тепловых электростанциях, выходили из строя котлы, рвались теплосети. Все это время чиновники твердили, что аварии или так называемые технологические нарушения, по их словам, они нормальны, что быстро такие проблемы не решаются. А может все дело просто в жадности и в воровстве. Вот миллиард куда-то делся, украли его. Может именно украденных миллиардов как раз и не хватает, чтобы согреть дома казахстанцев. В общем, обо всем об этом мы решили сегодня поговорить с энергетиком и экономистом Осетом Наурзбаевым, экспертом в этой области. Здравствуйте, Осет. Добрый день. Да, добрый вечер. Добрый вечер уже. Да. Ну вот, мы узнаем о возможном хищении миллиарда тенген на ГРЭС в Вики-Бастузе. Как бы утверждать не можем, там следствие должно разобраться. Но вообще, как вы считаете, это частный случай или можно предположить, что вообще часть бюджетных денег, выделенных на такие вот проблемные энергетические объекты по всей стране, часть этих денег идет напрямую в чей-то карман? Ну, это очевидно следствие того, что в нашей стране нарушена система управления. Значит, у нас те люди, которые управляют, они же контролируют. Вот, допустим, у нас есть комитет энергетического надзора, который должен как раз следить за исполнением всех ремонтов, но он же подчиняется министру энергетики, который сам управляет ремонтами. И вот знаменитое, значит, наше желание передать всё в обратное государство, как было при Советском Союзе, оно как раз и чревато тем, что государство саму себя наказать не может. Сама идея государственного надзора состоит в том, чтобы надзирать над частниками. И в случае некачественной работы частника, частник может быть даже разорён и потерять бизнес. Вот, в принципе, если бы наши экипостузские жители создали бы коллективный иск за свои потери к владельцам станции и тепловых сетей, и выиграли бы его, и забрали бы большие компенсации, это была бы разорённая компания, и имущество было бы продано с молотка, и это был бы, естественно, финал деятельности неэффективного собственника. Когда собственником неэффективным является государство, оно переходит из одних управленцев к другим. Само государство за счёт денег налогоплательщиков все дырки закрывает. И это огромная проблема. Эта иллюзия, что государство управляет лучше, она вот сейчас ясно показана, что если даже эти управленцы будут заменены, они будут другие заменены, такие же неэффективные. А по-хорошему, владелец станции, который не смог обеспечить ремонт и не смог обеспечить поставку тепла и электроэнергии, должен быть разорён. Вот когда у нас появится такая схема, тогда у нас всё заработает по-человечески. Напомню, что у нас был пример концессии в Восточном Казахстане 20 лет. Американская компания АЭС держала две ТЭЦ тепловые, Согринскую, Куська и Миногорскую. И в течение 20 лет они не вступали в коррупционные отношения с энергонадзором, и там прекрасно энергонадзор контролировал состояние этих станций. Никаких там проблем не было. В тех же местах, где эти отношения не соответствуют стандартам, то есть энергонадзор, видимо, в коррупционном смысле заинтересован в закрытии глаза на недостатки ремонтов, то тут и происходят такие вещи. И почему-то энергонадзор – это люди, которые получают от налогоплательщиков зарплату только за то, чтобы станции ремонтировались вовремя, и это было проверено. Никто не был наказан в результате этих больших событий. Следствием этого, того, что никто не наказан, является вот такие случаи, как в Экипостутской ГРС-2. Но я хочу вам сказать, что на Экипостутской ГРС-2 есть гораздо большая проблема. Там в свое время, в нулевые годы, или там в начало десятых, было подписано соглашение кредитное, и были оплачены… Ну, оборудование котла номер 3 уже было оплачено однократно, и мы уже все за счет этого и Экипостутской ГРС-2 платим в полтора раза больше, чем Экипостутской ГРС-1, например. Тариф у нее выше там на 5 тенге. Только потому, что уже этот третий блок нами оплачивается много лет, начиная там с границы десятых годов. И теперь почему-то они снова поднимают тариф и снова хотят второй раз взять деньги на то же самое оборудование, которое у них лежит на складе. Это там оно лежит на сотне миллиардов тенге уже готово, и вот второй раз покупать не надо. Вот этим бы заняться нашим следователям это гораздо больше объем денег. А вот про это оборудование, да, хотелось бы узнать поподробнее, почему оно все-таки лежит на складе, оно неподходящее, или в чем дело то, что его так и не применили, но потратили миллиарды? Вот это вопрос к государственному менеджменту. Был проект третьего блока очень давно, он еще с нулевых годов, еще когда я в Интерау работал, тогда он еще начинался. И до сих пор он не был реализован, хотя, еще раз повторюсь, уже были получены деньги кредитные. Значит, эти кредиты отбиваются за счет поступающих денежных потоков за повышенный тариф, который, еще раз повторюсь, полтора раза выше, чем у ГРЭС-1, такой же станции, которая расположена там же, в Экибастузе. Те же самые котлы, те же самые, должна быть себестоимость, но полтора раза выше тариф. Так вот, эти деньги, эти оборудования уже оплачены. Почему станция не завершила проект третьего блока еще в нулевые годы, там, ну, в десятые годы, хорошо? Это вопрос к Самрук Энерго. Почему к Самрук Энерго? Никто этот вопрос не задал. Вот сейчас предлагаю задать этот вопрос, почему не был в тот раз завершен проект, и почему в этот раз это выдается как будто новый проект. Мы уже за него заплатили потребители, в том числе мы, алма-атинцы, платим за энергию, поступающую из ГРЭС-2. И вот это хотелось бы, чтобы наши правоохранительные органы проверили. Асет, вот на фоне вот этой неэффективности тотальной и вот этих миллиардных хищений, о которых уже говорят, вопрос такой. Как вы относитесь к тому, что на решение инфраструктурных проблем берут деньги из ЕНПФ? Нам стоит опасаться за свои пенсионные? Ну вот те, которые на государственные объекты идут, стоит опасаться, потому что, значит, угрозы разорения, как я уже сказал, нет у государства. Они там так или иначе всегда будут менять менеджеров. Но, с другой стороны, в конце концов могут налогоплательщики заплатить за пенсионные накопления. Здесь история такая. В целом, вложение в инфраструктуру это очень хорошее вложение, потому что в инфраструктуре практически гарантированные денежные потоки. То есть они не могут там по рынку проиграть. Они там так или иначе будут востребованы. Тепло, электроэнергия так или иначе будет востребована. Ну, если только не будет какого-то глобального кризиса, когда все попадут, то есть перестанут работать производство. Поэтому вообще из теоретических соображений, конечно, вложение в инфраструктуру это стандартное, хорошее инвестиционное вложение. Но в нашем случае, да, мы подвержены рискам таким вот нестандартным, коррупционным, тем, что плохо управляется. И, ну, в конечном счете, конечно, я думаю, налогоплательщики так или иначе заплатят, потому что в нашем государстве за все в конце концов платят налогоплательщики. Асет, и последний вопрос. Вот уже зима близится к концу, да, и вроде бы, к счастью, вот этих повторений, вот таких катастрофических ситуаций, которые были в прошлом сезоне, в прошлом году не случилось в этом году. Как вы считаете, что-то за лето успели сделать, или, возможно, повторение будет уже в следующем году, в сезоне 24-25 года? Как вот обстоят дела с ремонтом? Ну, здесь смотрите, во-первых, за один год сильно состояние сфероструктуры не улучшишь. Во-вторых, значит, очень большая медийность у Пики Бастуза произошла из-за того, что там на самом деле аварию допустило просто руководство станции. Это рукотворная авария, там не потому, что износились очень сильно сети, а потому что там в какой-то момент чрезвычайно повысили давление, и все сети стали рваться, там, может быть, и новые сети порвались бы при таком давлении. Но действительно это событие получило большую медийность, и поэтому теперь мы ко всем авариям относимся очень внимательно. И, конечно, хорошо, что мы, наконец, вспомнили о своей инфраструктуре, которая действительно не соответствует износу. Но надо очень внимательно следить за тем, чтобы мы не переплачивали компаниям, которые содержат эти сети, лишних денег. Мы можем им вернуть только те деньги, которые мы там не повышали, тарифы по инфляции. Это понятное, обоснованное возмещение предыдущих убытков, потому что действительно по инфляции нужно тариф повышать. Но когда тарифы пытаются нагнать гораздо выше инфляции, это надо задавать вопросы к нашему правительству, почему, в честь чего, те люди, которые не смогли обеспечить содержание своих объектов инфляции, получают новые деньги, большие. Давайте сменим собственников, давайте проведем тендеры, пригласим собственников, которые поставят гарантии банковские за свою деятельность. И тогда они будут разорены в случае непоставки тепла и электроэнергии. Но нет, у нас сохраняется схема, и мы, действуя по-старому, хотим получить новые результаты. Такого не бывает. Когда действуешь по-старому, результаты будут те же самые. И надежность теплоснабжения следующей зимы это такая же рулетка, как и в этом году. Спасибо, Осет. Напомним, с нами был энергетик и экономист Осет Норузбаев. Спасибо, Осет. До свидания. До свидания. До свидания. Кстати, чиновники уже сообщили, что в этом году повысят тарифы на коммунальные услуги. И на фоне вот этих миллиардных хищений дорожающая коммуналка выглядит просто абсурдно. И вот следующая новость примерно о том же. Ей совсем не обрадуются те, кто часто ездит на поездах. Пазахстан Тимржулы планирует повысить цены на билеты. И за счет наших с вами денег рассчитаться со своими долгами, в которых перевозчик, похоже, погряз по уши. По данным главы Носкомпании Нурлана Соромбаева, долг КТЖ составляет почти 3 триллиона тенге. Есть, конечно, еще один выход, если долги закроет государство. В общем, давайте послушаем самого Соромбаева. 2,9 триллиона – это долг компаний. Это первое. Второе. Вернуть ее можно только или тариф поднял, потому что эти деньги в основном тратились на строительство нового железного дороги, но их инвестиционная часть не вставлялась в тариф. Если государство хочет держать низкий тариф, оно должно ее субсидировать или должно дать высокий тариф. Других вариантов нет. На сегодняшний день в КТЖ это компенсирует, подрывает за счет увеличения транзита. Ну и еще глава Казахстана Семиржилы пожаловался, что у его компании нет денег, чтобы повысить зарплату сотрудникам. Однако он же заявил, что действующие оклады работников в КТЖ вполне конкурентные. В общем, отечественные перевозки – это такое вечно проблемное хозяйство. Про железные дороги всегда говорили, что это государство в государстве и воруют там еще больше, чем во всем Казахстане. Непонятно, на что потратили вот эти 3 триллиона тенге, ведь, судя по отзывам пассажиров, в самих поездах за последние годы комфортнее ездить отнюдь не стало. Люди жалуются, ну и сами вы прекрасно представляете себе, жалуются на старые холодные вагоны, изношенное постельное белье, как будто еще оставшееся с советских времен, ну и плохая еда, некоторые даже называют ее отвратительной, в вагонах, ресторанах. А тут еще и билеты хотят сделать дороже. В общем, что вы, наши дорогие зрители, думаете об этом, о Казахстане, Тимиржилы и о наших поездах, пишите в комментариях и отвечайте на наш вопрос. Да, или пишите свой вариант ответа, нам важно знать ваше мнение. Вдруг выяснится, что большинство из вас наши поезда все-таки устраивают. Ну а мы идем дальше. Да, и в Казахстане хотят сделать платный вход на пастбище. Недавно сенаторы внесли ряд изменений в земельный кодекс, они расширили полномочия местных акиматов и поручили им бороться с деградацией и опустыниванием пастбищ. И ключевым нововведением стал запрет на безвозмездное использование этих самых пастбищ, то есть на бесплатный выпас скота. Платить за пастбище теперь должны будут и физические лица, и компании. Такие решения, конечно, легко принять на бумаге, но а как это будет на деле? На пастбище установят арендную плату? Как будет высчитывать тариф, исходя из площади поля или из поголовья пасущихся коров и баранов? И как будут контролировать платный режим? Пастбище огородят проволокой и поставят вокруг охрану? Об этом сенаторы не рассказали. Возможно, это будут решать акимы на местах. В любом случае, вряд ли мясо от этих нововведений подешевеет. И даже скорее наоборот. Да, ну и вообще, какая-то немножко возмутительная новость. Звучит она, во всяком случае, возмутительно. Платить за выпас скота. Что еще придумаете? Может быть, налог на дождь или налог на смех? На воздух. Налог на воздух, да. Что-то как-то звучит. Это возмутительно. Ну и еще одна новость, кстати, у нас о парнокопытных. В Караганде почти 52 миллиона тенге планируют потратить на зебр. Ну, вернее, на жилье для зебр, на ремонт вольеров. Для вот этих вот парнокопытных в местном зоопарке. Ну, об этом пишет информационный портал PressKZ. Сообщается, что все работы планируют завершить до августа. Новость как будто хорошая, потому что все мы бывали в зоопарках, ну, или многие из нас бывали в зоопарках, и видели, в каких условиях там порой содержат несчастных животных. Ну, а в Карагандинском зоопарке как будто бы вообще были большие проблемы. Посетители этого зверинца писали о плачевном состоянии вольеров. Кстати, сам этот карагандинский зоопарк был открыт еще в 1938 году. Один из старейших зоопарков в Казахстане. Ну, а в 2016 году его вообще предлагали уже закрыть. Но позже все-таки нашли деньги на строительство нового здания, так как старое тогда признали аварийным. Да, но и здесь не обошлось без скандалов. Работы приходилось останавливать из-за проектных ошибок. В итоге все затянулось на несколько лет, и лишь осенью прошлого года помещение наконец сдали и открыли. Так что будем надеяться, зебрам не придется несколько лет ждать новоселья и в новые вольеры за 52 миллиона. Они действительно въедут к концу лета. Ну и что эти деньги вообще пойдут именно на клетки, а не в чьи-то карманы, как это произошло с модернизацией экибастузской ГРЭС. Ну, идем дальше. Ну, вообще-то, если воруют на людях, почему не воровать на зебрах? Как будто бы люди еще что-то в ответ могут какие-то комментарии написать или обратиться в прессу, зебры будут молчать. Ну, у нас еще одна прекрасная новость. Это рубрика «Мой любимый Аким» или «Наш любимый Аким». Женщине стало плохо на встрече с Ербулатом Досаевым. Накануне Аким Алматы проводил встречу с населением Ауэзовского района, есть такой в Алматы, и к нему обратилась жительница города с просьбой решить ее проблемы. Она рассказала, что сгорел ее дом, но в пожаре также пострадало рядом стоящее общежитие, которое, по ее словам, построили самовольно и незаконно, вплотную к ее жилью, и теперь владелец этого самого общежития требует у нее компенсацию в 32 миллиона тенге. Ну, это по ее словам все. Женщина сообщила также, что ее выселяют из дома с ребенком-инвалидом, но, в общем, видимо, из-за всего этого волнения ей вдруг стало плохо, и прямо на глазах Акима Досаева она упала в обморок. Упавшую жительницу подхватили сотрудники Акимата и вынесли из зала. Давайте посмотрим. Ну, как говорится, особо доставляют удовольствие закадровые комментарии Акима Ербулата Досаева, который призывает чиновников Управления здравоохранения помочь, кто там находится в зале. Да. Ну, о том, что было дальше, не сообщает, но Досаев поручил разобраться в ситуации с заявительницей. Надеемся, что женщину с ребенком не оставят на улице. Кстати, в этот день люди приходили к Акиму не только жаловаться, но и благодарить. Другой житель Аойзовского района рассказал, что по поручению Досаева у них снизили цены на счетчики. Пробили улицу, выделили автобусную полосу и даже пообещали провести центральное водоснабжение и канализацию в двух микрорайонах. За все эти блага мужчина даже принес Акиму подарок. Давайте посмотрим на эту трогательную сцену. Вы в каждом вопросе проявили настоящую заинтересованность. А все жители, например, благодарят вас. Я пришел от них и выразил вам благодарность. Здесь два вопроса. Домой заберут, спасибо. Спасибо. Титанные блоки, которые я поднимал два года, Ниссан Джарадилович, Ниганя Амсканыч, не могли поднять это. Спасибо. А вы сделали. Я хочу поблагодарить, очистить. Жене подарю. Вообще уже пришла очередь, по-моему, про Акима Досаева снимать документальный фильм такой с юмористическим оттенком. Досаев на портрете, как вы видели, выглядит таким вот супергероем, поднявшим какие-то бетонные блоки. Аким, как вы уже слышали, не сразу принял подарок. Он заявил, что это может вызвать вопросы, к примеру, у антикоррупционной службы, но потом все-таки принял презент и сказал, что подарит жене. Вы это слышали. Самый главный вопрос, где супруги Досаевой повесят эту прекрасную картину с изображением главы семейства? Наверное, в гостиной. Но это мы вряд ли узнаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова